Наконец-то Константин Кириченко, Запорожское СИЗО на проводе. Включила запись. Да, еще раз приветствую. Да, здравствуй. Приветствую, слушатели приветствую. Хочу сразу поблагодарить всех за помощь, кто помогает, кто не забывает. На прошлой недельке был день рождения, очень помогли. Помощь ваша тоже, Сережка там ее передает, тоже благодарю всех. Ну, а мы от тебя поздравляем тебя с днем рождения. Ну, естественно, чтобы самое главное – воля. А там уже ты все себе сможешь позволить, все, что захочешь. Да, Константин, кстати, со мной тоже передает тебе привет и тоже крепкого тела тебе передает, и духа. Да. Да, благодарю, благодарю. Да, условия, конечно, вернее, обстоятельства. Первый раз такие, в таких условиях встречаем в день рождения. Ну, ничего, все, все как есть, так и есть. Смотрел там вчера в новостях тоже, что Жану, да, выбрали меру пресечения. Жану? Не Жану, а Стапова. Да, 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 просто в тупую лупанули 60 дней ареста, ну, содержание в СИЗО без возможности внесения залога. Ну, и он уже второй день объявил голодовку. Да, вот так вот. Я понял. Да. Я понял. Ну, это опять же доказывает еще раз о том, что суды у нас, не суды, да, о том, что они действуют от исполнительной ветки власти. Да. Сказать. Вот, потому как, ну, я в курсе, что нету там тоже доказательной базы, правильно? Конечно, полностью отсутствует, потому что, ну, вообще, там даже, знаешь, если вы хотя бы какие-то действия делали, там, хоть как-то куда-то ходили, то здесь просто. Это история с Василием Плескочем, который был в ТЦК, его там четыре дня били, вот. И Остап его по видеосвязи, как бы, ну, сопровождал, ну, там, рассказывал ему. Ну, потом появились на видео мельком какие-то люди, которые начали его избивать, и на этом все. Ну, раскрутили, рассказали, что это, оказывается, было ТЦК, и территория ТЦК, и все ТЦК, то есть ЗСУ, и, значит, он передал координаты ЗСУ. В общем, ну, слова на глобус натянуты, ты же понимаешь. Ну, как обычно, да. Да, да, да. Как обычно. Да, и как доводы не разбивали, то есть это вот, пожалуйста, адвокаты, два адвоката, которые очень профессионально все рассказали. Ну, люди видели это, ты потом уже посмотришь. Ну, это, ну, то есть заказ есть заказ, я не могу ничего сказать. Ты лучше расскажи, на какой стадии ты, и по-прежнему, опять же, задают вопросы, а по какой же статье ты там? То есть спрашивают люди, что же у вас произошло? То есть, я вот не могу понять именно, то есть мы вроде же с тобой говорили на эту тему. Ну, да. Ну, вот. Я чуть-чуть хотел бы все-таки вернуться к тому, к первому эпизоду. И опять же, так как это доказывает о том, что у нас суды зависят от исполнительной ветки власти, есть у нас документик уже разработанный, да? Угу. Я на секретаря его писал, потом разработали, что может каждый поддавать его. И есть это, касается это каждого человека, поэтому каждый может взять и от себя в электронном виде зайти на сайт там генерального секретаря Совета Европы и подать туда как раз письмо. Вот другое, но единственный момент, что это письмо надо перевести вот на английский язык, потому как они на английском и на французском подают. Вот, ну, это надо не забывать и надо, если что, доделать это. Да, это наша, как раз, это мой огород камень, то есть это я, как бы, занимаюсь переводом. Я считаю, что они только в твой огород камень, потому как это касается каждого из нас. Вот, поэтому это такое дело. Вот, ну, давайте вернемся все-таки ко мне. 114-е это препятствия деятельности ЗСУ, хотя ТЦК и ЗСУ, опять же, согласно ответу, это чуть-чуть разной речи, то есть там есть войсковая служба, там есть противники, это один момент. Но эти противники, они в эфир к нам народные журналисты в эфир ворвались и начали там, так сказать, повесточки в эфире раздавать. А, оказывается, мы это предвидели, да, так сказать, и вот это ж нам, типа, препятствие деятельности ЗСУ. Второй эпизод у меня, когда я там тоже парня одного, ну, как оказалось, подставной, он попросил помощи, где взял мой телефон, не знаю, но попросил, чтобы забрать. Эти были без полиции, ЦК, вот, и просто-напросто препятствовали его передвижению и пытались завладеть его персональными данными. Вот, когда его там тоже уехали оттуда, забрали, вот это вот второй эпизод. Многие знают уже, да, не будем сильно здесь останавливаться на этих эпизодах, то, что, в каком состоянии сейчас делаю. То есть я так же само через прокурора и следователя делал клопотания, когда тайство, о том, чтобы все-таки вытребовали там законов образования того же самого ЦК, либо Министерства обороны и так далее, о том, чтобы, ну, наказы специальные на проведение вот таких этих мероприятий должен быть специальный, изданный отдельный указ, да, указание там командира или кого там, кто их направляет. Ну, еще же вот эти люди, которые ходят, оповещают, они же там должны какую-то пройти специальную подготовку, это же на каждого нужно еще получить документы, это я уже... Они, да, они обязаны, то есть на каком основании обрабатывают персональные данные, то есть это должны быть все распорядительные акты, которые им разрешают это делать. Вот, но прокурор и следователь, они всячески просто игнорируют эти клопотания. Вот единственное клопотание, которое... И мне при этом не идет никаких постанов об этом, да, то есть меня не уведомляют, они просто игнорируют его, не дарая никаких ответов от слова совсем. Вот. На бездеретельность их я обращаюсь в суд. Суд хочет провести это по видеоконференции. Я опять же отказываюсь от видеоконференции, настаиванной в моем непосредственном участии, и они просто-напросто откидывают эти ходатайства, да, то есть не рассматривают их. Угу. Вот. Что я сейчас начал делать, то есть я сейчас сделал это через адвоката, то есть раз все равно что-то согласно того же самого КПК, должно быть сбрание доказов, есть такой момент. Потом идет на основании этих зибранных доказов принцип взмогальности. И вот они как раз, и прокурор, и следователь, они этого лишают. Они лишают сбору доказательств, мешают, и также потом в дальнейшем взмогальности, да. Вот. Поэтому я им подал именно, чтобы эти клопотания и документы были вытребованы через защитника. Вот. Подал это, я ожидал его, что он приедет сюда самостоятельно, ну, пешком, да, и так сказать, зайдет очно, но так как его опять же не оказало, вчера я подал это через СИЗО в письменном виде. Вот. Это что еще? Вот этого касается, что возили к психиатру, знаю, что каждого здесь, кто здесь сидит из наших, да. О, расскажи вот этот интересный момент. А как это происходит? Это решение суда, на основании чего? Что это? Как это происходило на той неделе, как раз перед тем, как мы должны были выйти на связь. Меня заказывают вроде как на суд, еду. Оказывается, по дороге что везут совершенно в другую сторону. Я узнаю, куда же все-таки везете, и оказывается, везут к психиатру, да. То есть, ну, приехали туда адвоката, защитника, опять же, не предоставили. Поэтому говорю, что любое процессуальное действие должно быть с защитником. И до того, как мы тоже выехали, как я только узнал, я говорил, есть защитник, чтобы не терять же просто так время. Но, зная, что нет защитника, все равно, у нас там такая работа, и везут. Такая же самая картина и у Григория получилась, насколько я знаю, и у Сергея Величко, да. Какая, у Сергея Гаршина, по-моему, то же самое, но я там подробности вообще не знаю от слова совсем. То есть, следователи, зная о том, что мы хотим все-таки, чтобы был присутствовал защитник, он просто бездарно тратит деньги, так сказать, на конвой, на все эти остальные дела, то есть мероприятия, прекрасно зная, что оно просто-напросто сорвется из-за того, что нет защитника, да. А на каком основании это вот у них такая вказивка свыше, что надо провести эту психиатрическую экспертизу. И они вот ничего нет, просто здесь говорят, завтра утром на выезд. То есть, без решения суда? Нету никаких нерешений суда, ничего в этом отношении, нету ничего. Боже мой, это такой... ...следователя. Я понимаю, так он пишет какое-то клопотание или это его забаганка? Это где-то прописано в законе или это полностью беспредел? Ну, они вообще могут проводить там слить чадии и так далее. И вот он считает, что это слить чадия. И вот в рамках этого уголовного процесса вот он вот такое заследует. В клопотании продолжения запобежного захода Вин указывал про це, да, там, что вот они... Надо сделать экспертизу. Просто в таком ключе, что надо еще провести там некоторые действия, в том числе там провести экспертизу, психиатрическую экспертизу. И даже всех перечислял там этот следователь. В клопотании про застосование запобежного захода. Я, насколько знаю, чтобы сделать экспертизу вменяемости человека, это вообще-то не 15 минут. Это человек должен 2 месяца быть под наблюдением, чтобы можно было действительно объективно установить, здоров он или нездоров. Ну, в смысле, заподросить. А тут как бы, как это происходит? То есть ты приехал к доктору, он посмотрел на тебя и сказал, или ты ему в баночку должен пописать? Не, позадавал вопросы, это же психиатрическая, да, то есть экспертиза. Он вопросы, скорее всего, задает. Ну, я понимаю, но по идее он должен... А, ну да, ты же не сделал. Ну да. Да, потому как я еще не проходил, потому что не была защитника. Вот. Вот, что касается экспертизы. Сорвалось в прошлый раз, кстати, у нас мероприятие, потому что тоже как раз в этот день запланировал я, кстати, зубы здесь полечить. Так как знаю, что есть стоматолог, да? Ух ты! Ну, они, они ничего ж, ну, при этом, я говорю, а полечить можно, нет, только вырвать. Ну, думаю, раз только вырвать, значит, надо мне, пускай это хотя бы дадут в письменном виде, я потом уже пойму, что с этим делать, да? Ну, пошел к стоматологу, он все-таки сказал, что там два надо очистить просто, а два надо вот как раз лечить, и лечить будет. Но на этой неделе он забыл о том, что надо лечить, и поэтому не вызывал меня, скорее всего, и вчера опять же ждал я письмо об этом. Вот, но когда после стоматолога я пришел, то есть мне начало как раз, произошел еще очередной приступ вот этот боли в почке, да? Так, камень выходит все-таки. Вот. Долго мне не хотели выводить, пришлось там стучать в эту железную дверь, которая в камеру входит, и все-таки сделали мне потом укол, да? А скажи, а у тебя есть где-то какие-то документы с диагнозом, то есть в почке шкамни, это же не пять минут назад ты об этом узнал, наверное? Конечно, конечно, обращался я перед тем, как здесь закрыли в больницу с этим, 7 мая, а 17 мая меня закрыли. Вот. И документы здесь все-таки тоже есть, да? В основании этого там тоже некоторые из рекомендуемых лекарств там тоже передали уже, но это очень долго было происходило, чтобы передать сюда спустя где-то месяца три. Вот. Но все-таки передали. То есть у тебя в почке камень, и ты принимаешь просто таблетки, да? То есть в любой момент ты можешь по большому счету, я насколько знаю, если люди умирают даже от такого? Ну, я не слышал. Как раз тут высказывание заведующих, что если болит, значит, живой. Значит, живой. Гениально. Да. Значит, все еще не потеряно. То, что оно болит там очень серьезно, ну, то ничего страшного попали. Ну, самое настоящее катувание, что называется. Да я как раз хотела сказать. Да, да. И все-таки сделали мне потом укол. Ну, опять же, и есть решение суда апелляционного перед этим, чтобы они квалифицированную помощь в этом отношении дали. Но так и не дают. То есть вообще просто так как пишу письма, да, то есть на них, опять же, скарги, то здесь мне говорят, что вы только такие скарги пишите, что с вами хочется по закону. Но по закону тоже они не хотят действовать, потому что закон им предусматривает совершенно другие предписания. Вот. Это что этого касается. Зато тебя называют, что ты виноват. Да, да, да. Апелляция по твоему запобежному заходу, что же, расскажи. На 10 число она заканчивается время. Апелляция назначена на 10 число. Насколько я, опять же, знаю, я ее подготовил сейчас на 21 странице и приложил некоторые документы, которые уже есть, выкупленные. Я ее приложил к самой апелляционной скарги, да. Вот. Как-то быстро получилось все. Ну да, а 10 числа во сколько? Честно, сейчас не могу. Мы просто могли бы всем сообщить, могли бы прийти поддержать тебя, люди. Если что, он Сережка скажет, когда. Да, хорошо, мы узнаем, допишем уже, да. Внизу в описании ролика мы уже допишем. Отлично. Все тогда сообщим, чтобы тебя люди пришли, поддержали. Всех благ тебе тогда ждем еще. Давно Сергея не слышали и Григория хотим услышать еще. Спасибо. Продолжение следует...